так ну и покажу детские книги какие-то выбрал тема какие-то я удивительный сад питер браун достаточно известная та же история про мальчика который из города который был вот таким вот унылым серым и мрачным сделал вот такую вот красоту всех карт открывать не буду покажу лишь вам странички старая железная дорога где были маленькие кустики и он ухаживал за этим садом продолжительное время пока не превратил это место шикарный шикарный сад тема кстати история вообще не впечатлила мне кажется он не до конца ее понял но а может быть это связано с тем что есть у нас библиотеки книги поинтереснее вот такая вот книжка так следующего детского врача книжка с клапанами но она такая уже для деток постарше как вы видите здесь много текста разные вот такие вот подробные анатомические схемки ладенчик тут кончики прививочки у нас кстати у ребенка большой интерес к таким вот книжкам про тело человека здесь вот вообще открывается все вот так вот большим плакатиком рентген об и важные инструменты все открывается а и кстати в плакате я вам не показала здесь еще сбоку есть вот такая вот крутяшка с фигурами так книжка метро подземный город здесь московское метро схема не знаю старенькая или новенькая книга шестнадцатого года и вот здесь вот рассказывается история подземного транспорта как это все происходило как строили как вообще в принципе делается метро конечно уже четырех лет история но тема сам выбрал эту книгу и дважды ее уже мы продлевали ему интересно но надо сказать что родителям интереснее потому что в мое детство конечно не было таких книг да и метро буквально появилась лет десятках поэтому с огромным удовольствием я конечно это все читала узнавала я уже неоднократно говорила о том что детские книги это очень здорово даже не столько для детей сколько для родителей потому что кругозор конечно расширяется и ты всегда во всеоружии потому что в любой момент ребенок может тебя спросить а как строили тоннель метро в реке вот как эта книжка ответить на этот вопрос про станцию динамо рассказывается по-моему про петербург есть похожая книга возможно другого издательства других авторов но тоже у метро петербурга мне кажется есть из той же серии с которой пушкин и палоск книжка хорошая настя никита издательства так михаил яснов тоже тема выбрал ему понравились часики на лице как он сказал и книжка кстати оказалась очень классный вообще как последнее время я стараюсь как можно чаще предлагать ребенку стихотворение потому что ну реже все таки мы читаем стихи чем прозу в данном случае конечно посмотрите какие потрясающие иллюстрации такое классное оформление я думаю что нам есть смысл приобрести такую книгу в домашнюю библиотеку и каждый стишок очень веселый всегда есть какой-то такой вот интересный конец все стихотворения со смыслом даже если они состоят из четырех строчек это тоже своего рода искусство писать так но и оформление вы сами видите просто чудесная ну мне по крайней мере нравятся такие книги в детстве я читала их запоем сама потому что все такое вот вроде как не очень яркая но при этом когда страницы не белые читается веселее сейчас кстати содержание покажу интересно вот такие вот здесь стихотворение эта книжка для малышей издательство man иванов фербер она очень мне кажется старенькая но тема тоже с огромным удовольствием ее читал мы считали эти машинки они все попали в пробку и не могли понять что вообще происходит ну конечно повторять с ребенком маленьким там может быть двух-трех лет виды транспорта это просто находка потому что здесь чего только в пробке не стоит какие только транспортные средства здесь не стоят но в итоге оказывается что клак-клак причина то было водку не влезает у меня в объектив вот динозаврик маленький и вот она вся эта пробочка наша стоит у динозавра на спине смотрите пробки стояли обычно там фильме снимались а здесь пробки стояли здорово придумали классно последняя книжка это тоже миф как построить дом ее мы кстати так и не читали ни разу к своему стыду не дошли у нас как-то руки я сколько раз теме не предлагала но он ни в какую вот я конечно сама как обычно в восторге ну конечно для деток постарше все-таки здесь такие более подробные схемы и понятия сама история смотрите подробно здесь все прогонный брус коньковый брус фронтон вообще настоящий учебник для папинных помощников так вот мы наблюдаем здесь создание дома фундамента даже можно сказать от чертежей и до самого конца вот уже пошла внутренняя отделка и вот домик готов вот такие книжки друзья если вам нравятся такие видео я могу показывать книжки чаще потому что библиотеку мы ездим каждые две недели мы всегда берем новые книжки и в принципе я могла бы снимать вот такие маленькие обзорчики если не особо информативно рассказывать то хотя бы показывать чтобы у вас сложилось какое-то впечатление от тех или иных прочитанных книжках вот кстати наши чеки это перечень книг теминых моих и мужа то есть один человек может взять библиотеке 5 книг то соответственно 15 книг очень удобно потому что ты знаешь кто что брал когда сдаешь книги знаешь какие сдавать какие не сдавать и на каком они числятся читательском билите мне конечно до сих пор не привыкнуть к тому что наконец-то у нас все удобно современно и вот так как надо супер и и и и и и и